Продолжение следует... 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 Он напрямую связан с его способностью принимать сложность другого человека. Если ты не принимаешь сложность партнера, родственника, здесь неважно, о ком мы говорим, это могут быть дети, родители, близкие, какие-то друзья, если ты не можешь принять, значит, ты личностно не зрел. Например, тебе проще взаимодействовать с полуживым объектом, потому что он предсказуем. Он не может захотеть чего-то сам, помимо твоей воли. У него не может быть каких-то интересов, которые ты не разделяешь. У него не может быть желаний, которые противоречат, например, каким-то твоим желаниям и так далее. Как много конфликтов связано именно с тем, что нам трудно принять желание другого, принять позицию другого, посмотреть на мир глазами другого. И это, повторю, как раз одна из характеристик, может быть, даже ключевая характеристика личностной зрелости, когда мы обретаем способность все-таки видеть вещи глазами другого человека и избавляем себя от каких-то избыточных долженствований по отношению к другому человеку. Ведь, как часто бывает, люди почему-то чего-то требуют от своих партнеров или от своих близких. Ты это должен делать, а это не должен делать. Ты это можешь сказать, это сказать нельзя. У тебя могут быть такие интересы, а такие не могут быть и так далее. И здесь внимание. Ведь я сейчас имею в виду не только отношения между родителями и детьми, даже взрослыми. Там часто бывают такие вот долженствования, и они там видны. Но я имею в виду вообще отношения между близкими людьми, в частности, между партнерами. Один забивает другого. Как будто бы быть самим собой рядом с таким вот человеком, с долженствованиями, оказывается каким-то преступлением. Это неприемлемо, потому что это вызовет бурю негативных реакций и так далее. Естественно, мы должны представлять и другую крайность, когда человек полностью податлив, саморедуцируется, редуцирует свое личностное пространство, подчиняясь другому, превращает себя в пустое место, потому что он вот так вот принимает. Но только это не подлинное принятие, потому что это скорее невротическое подчинение. Я сейчас говорю не о таких вещах. Я имею в виду не невротические отношения, а отношения гармоничные, отношения партнерские, которые, конечно, должны подразумевать взаимное принятие сложности друг к другу. Итак, если человек не способен принимать сложность другу, это может свидетельствовать о его личностной незрелости. Практически наверняка свидетельствует об этом.